одноразовые пароли ну вот у нас ходит по сети пароль но мы его естественно должны передавать безопасно его кто-то может перехватить или подсмотреть украсть у нас поэтому более безопасно это одноразовые пароли то есть его тогда перехватывать без бесполезно что перехватила пароль то только на один раз ну какой подход ну у нас выдается список паролей и в этом списке каждый пароль может использоваться только один раз и пароли пронумерованы конечно пароль там набор цифр букв цифр длинный 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 в принципе вот в банкоматах такое используется вы можете заказать список одноразовых паролей в банкомате суньте свою карточку выберите меню получить список одноразовых паролей и вот получите такую 10 паролей на чеке и потом можете ими пользоваться то есть вы сообщаете вам сообщается номер скажем вы подсоединяйтесь вам говорится напишите пароль номер три вы его набрали все он однократно использовался и все больше использоваться не будет другой подход генерится первый пароль а потом он используется только для первого доступа значит каким образом при первом доступе у нас генерится случайный пароль шифруется ключом п-1 значит п-2 будет использоваться до второго доступа потом во втором доступе генерится новая пароль криптуется ключом п-2 и так далее ну вот все пароли зацеплены друг за другом и значит просто определяет человека потому что он должен обладать вот именно вот этим списком зацепленных паролей третий подход ну чем то на все эти одноразовые похож его предложил лесли лампорт это известный человек вы его помните он создал латех ну и много чего еще значит суть такая что у нас есть первый пароль ну вот нулевой пароль значит и счетчик и у нас применяется некая хэш функция н раз к этому паролю вот таким вот образом соответственно у нас при дальнейших доступах у нас вместо h n используется h n-1 то есть уменьшается количество взятия хэшей от этой функции от этого первоначального пароля ну в результате у нас через некоторое время пароль кончается нужно затребовать заново ну какое это время опять же зависит от системы ну скажем можно давать первоначально n большое скажем тысяча ну или вот если на сбербанк посмотреть то наверное там n где-нибудь 10 чтобы только 10 раз выполнить тоже такое возможно